Миниатюры и диорамы И в этом ролике мы с вами разберем, нужен ли вообще аэрограф новичку Или покупать его на более серьезных уровнях Или покупать все сразу и работать в свое удовольствие Если в прошлом ролике мы с вами занимались тем, что обозревали набор из магазина Автоэр Сегодня мы с вами поговорим конкретно про аэрограф И нужен ли он вообще моделисту как таковой или нет Плюс затронем еще тему сборки, разборки и чистки Это будет такое вводное видео, с которого мы начнем наш путь в мир аэрографии, цветовой модуляции и прочего Итак, первый вопрос Нужен ли нам вообще аэрограф и для чего он нужен моделисту? В первую очередь, наверное, аэрограф нужен как таковой Это для того, чтобы грунтовать модели Многие скажут, что можно грунтовать их из баллона и прочее Я очень долго грунтовал из баллона свои фигуры, которым я занимаюсь Но с баллона очень большой расход краски Поэтому это невыгодно И если свести всю рентабельность данного действия То дешевле купить аэрограф и компрессор, который окупит себя через, допустим, год Да, это так я пообразно просто говорю Поэтому первое, для чего нужен аэрограф, это для экономной грунтовки Причем можно грунтовать не обязательно полиуретановыми грунтами или нитрогрунтами Я для грунта использую обычную Tamiya Спиртовые акрилы либо Light Blue Либо Light Sea Grey Ну или темный грунт, который Nata Black То есть здесь я выбираю вариативно из того, что мне больше нравится То есть под какие-то фигуры я использую светлые грунты И под какие-то я использую темные грунты Это все как бы вариативно в зависимости от того, какой оттенок в итоге я хочу получить Это первое, для чего мы можем использовать наш аэрограф Второе, это возможность цветовой модуляции Как на фигурах, так и на БТТ, авиации и прочее Я сейчас вам покажу работу, на которой была сделана цветовая модуляция То есть, как вы можете видеть, создан искусственный объем Снизу модель более темная Сверху она светлая, плюс еще все лючки Они выделены ярким оттенком То есть это все сделано с помощью аэрографа Если бы у меня не было на тот момент работы с данным танком аэрографа Я бы просто не смог бы сделать его настолько выразительным Или бы использовал для этого масло Что, по идее, может испортить всю работу, если неправильно действовать Про цветовую модуляцию мы поговорим с вами в следующих роликах А пока просто я покажу, для чего может использоваться у нас аэрограф То есть, первое, это грунты Второе, это цветовая модуляция на БТТ То есть, мы можем спокойно высветлять какие-то участки Делать искусственный объем и прочее Это касаемо боевой техники Без аэрографа цветовой модуляции добиться на БТТ практически невозможно А если возможно, то это лишь работа маслом Ну и по большому счету скорость и качество работы Также аэрограф позволит нам наносить камуфляжи Кистью сделать это очень сложно В принципе, на этом преимущество аэрографа перед кистью заканчивает Вы можете пользоваться исключительно кистью Вы можете работать кистью Вы можете выкрашивать БТТ кистью Не хуже аэрографа Но на это все будет уходить гораздо больше времени Теперь поговорим о том, нужен ли аэрограф и компрессор новичку Я думаю, что да, чтобы понять, насколько интересно это все Потому что, когда я начинал, я считал, что аэрограф это Ну, какая-то ненужная игрушка, которая исключительно нужна Только когда ты станешь серьезным моделистом Когда ты будешь уже как-то вот прям профессиональном уровне этим заниматься Нет, ничуть То есть аэрограф нужно покупать сразу И если есть такая возможность, то брать аэрограф сразу с запасом Если вы начинаете свой путь в моделизме То можете купить простейший набор И если вдруг вам не понравится То в модельных группах, модельных сообществах Всегда можно это все продать с небольшой оценкой То есть люди всегда охотно покупают что-то Особенно если это не использовалось так активно Теперь поговорим о том, что же все-таки покупать или что не покупать Для начала я вам советую приобрести вот подобный аэрограф Не обязательно Jazz 1116 Можно взять какой-нибудь другой Jazz То есть это машинка, которая у вас отработает долгое время Если у вас есть финансовая возможность Тогда можете взять какой-нибудь Harder или EWAT Но там уже ценник идет в разы выше Из компрессоров, ну не знаю, могу посоветовать наверное линейку NoName Есть вот компрессор начального уровня Он идет сразу в комплекте Также у NoName есть компрессор аналог 1203 Но он более модифицированный Он идет уже с охлаждением То есть присмотреться к NoName Они только появились на рынке у нас И их можно найти в магазине AutoAir Ссылочку я внизу прикреплю То есть можете приобрести там Потому что больше в России я их по большому счету нигде и не видел Теперь поговорим конкретно о аэрографе Аэрографы у нас бывают двух видов Данный аэрограф это аэрограф двойного независимого действия С регулировкой хода иглы То есть вот эта вот вещь это регулировка хода иглы Чем хороши аэрографы двойного действия? Тем что вы можете контролировать Как подачу воздуха нажатием на триггер Так и подачу непосредственно материала Отводя триггер назад Также есть аэрографы одиночного действия Вы не регулируете подачу воздуха Только отведением триггера вы регулируете распределение материала То есть это одиночного действия По большому счету я могу сказать что Вот сейчас я покажу Заметите вы разницу С двойным и одиночным действием Только на более дорогих моделях аэрографов Так как на аэрограф базового уровня Ход триггера имеет очень резкий ход Вы не можете регулировать подачу воздуха Для этого используются аэрографы Ну если начальный уровень То есть с регулировкой подачи воздуха Итак мы разобрались какие бывают у нас аэрографы Бывают двойного независимого действия И бывают аэрографы одиночного действия Какое выбрать вам решайте сами В принципе если выбирать двойного независимого действия Вы можете подключать его к любому компрессору И без проблем работать Например если брать одиночного действия То тут желательно уже обладать неплохим компрессором С регулировкой давления Чтобы вы могли выставить необходимое вам давление Под определенную краску Теперь идем дальше Что еще новичку бывает сложно понять Помимо того что такое двойное действие Что такое одинарное действие Это виды сопел То есть зачастую у аэрографа указано Какого он действия И какое сопло там установлено То есть есть резьбовое сопло А есть сопло конусное Посмотрим различия этих сопел То есть здесь в этом аэрографе Установлено обычное сопло Давайте его разберем Обычное сопло резьбовое И что может быть сложного в обращении с резьбовым соплом То есть смотрите Есть диффузор Диффузор мы убираем И откручиваем Теперь здесь мы видим наше сопло Зачастую вот это вот сопло Люди которые далеки от аэрографии Вот это вот сопло пытаются закрутить Ключом который идет в комплекте Ключом мы откручиваем наше сопло И сопло аэрографа выглядит подобным образом Это сопло 0,2 мм После чистки аэрографа Многие новички и не только Люди которые еще на этом не обжигались Данное сопло материальное Кручивают и затягивают этим ключом В результате чего резьба Или сворачивается Вот эта вот маленькая резьба Она очень нежная Либо она сворачивается Либо сопло отламывается по резьбе Это не только на джазах То есть это можно сделать абсолютно На любом аэрографе Если не аккуратно Потянуть То есть оно очень нежное Поэтому я советую вам Когда вы почистили аэрограф Сопло Вкрутить руками И ключом не затягивать Этой тяге руками Ее вполне достаточно Чтобы воздух нигде не травил То есть если вы начнете затягивать его ключом Есть вероятность Что вы это сопло просто сломаете Потому что Обратите внимание на ленту Многих групп ВКонтакте Что зачастую у людей возникает вопрос Как выкрутить данную резьбу Которая остается внутри Я не говорю сейчас Что это конкретно вы будете Или еще что-то Я просто говорю о том Какие ошибки могут у вас преследовать Понятно, что ремкомплект не так дорог Но все равно это время и прочее Также Помимо резьбовых сопел Есть сопло конусное У меня нет сейчас этого аэрографа С конусным соплом Чтобы вам это показать Разница там в чем А в том, что Если здесь сопло Это маленькая вещь с отверстием И имеющая резьбу То там это сопло Которое просто выполнено Вот таким вот монолитом Ну и имеющее отверстие На нем еще могут присутствовать уплотнения Зачастую тефлоновые И оно просто вставляется в отверстие Определенное И затягивается сверху А здесь устанавливается диффузор То есть здесь вообще нет вероятности Что-либо сломать И плюс таких сопел Что их сложно потерять Если вдруг оно у вас выпадет куда-то Вот мы разобрали еще второй аспект По поводу того, какие у нас бывают аэрографы То есть у нас есть аэрографы Одинарного двойного действия Сопло Резьбовые и конические Теперь разберем третье Есть такое понятие в аэрографах Это как прокладки Есть резиновые прокладки А есть фторопласт Это то, что знаю я По крайней мере Чем же хороши у нас фторопластовые прокладки Тем, что вы работая с аэрографом Можете использовать абсолютно любую химию И не думать о том, что рано или поздно Будут происходить проблемы с вашим аэрографом Например Здесь стоят резиновые уплотнения Как вы могли видеть То есть вот это вот черное Это обычное резиновое уплотнение То есть здесь все просто И такие аэрографы Они очень чувствительны к растворителям На основе ацетонов То есть, как известно Они резину подъедают Поэтому ваша прокладка Может либо потрескаться Либо вообще раствориться Воздух начнет травить Вам надо будет использовать ремкомплект Фторопластовые же прокладки Они стойкие Практически ко всем видам растворителей И можно этим аэрографом Работать абсолютно с любой краской С любым растворителем Промывать его в чем угодно И абсолютно не зная никаких проблем Так как на рынке у нас присутствует Очень много всевозможной химии И очень большое значение Получили именно нитрокраски Которые отлично ложатся Отлично укрывают Но подъедают резиновое уплотнение Потому что промывать их надо потом Растворителем, который очень агрессивен То есть мы рассмотрели с вами Три основных вопроса Которые встанут перед вами При выборе вашего первого аэрографа Это первое Двойного независимого действия Или одиночного действия Я выбрал бы Двойного независимого действия Второе Это резьбовое сопло Или коническое Я бы выбрал конечно же коническое И третье Это резиновое уплотнение Или фторопласт Здесь я выбрал бы конечно же фторопласт Потому что можно работать с любыми растворителями и любыми красками, не боясь, что у тебя резиновое уплотнение испортится. Также фторопласт бывает, что называют тефлоновое уплотнение, фторопласт вы или тефлоном. По большому счету при выборе вашего первого аэрографа знать вам больше нечего. Эти три вопроса, если вы подойдете с умом, то как бы вы легко сможете выбрать себе аэрограф для вас, по вашим финансам. В следующем ролике мы с вами рассмотрим конкретно работу аэрографа, какой компрессор выбрать. А сейчас в комментариях вы можете мне задавать любые вопросы, я максимально на них попробую ответить. Также можете писать мне в ВКонтакте, я всегда отвечаю практически всем. А в комментариях можете написать, какой бы аэрограф и компрессор вы бы выбрали, или какой уже имеете, и написать свое мнение. Возможно, другим людям это будет очень полезно прочесть. На этом, кому видео показалось полезным, подписывайтесь на новые видео, нас ждет много всего интересного. А также не забывайте ставить колокольчик, чтобы узнать о выходе новых роликов. Всем пока, ждите новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok